Почти 10 километров по заснеженному лесу и Соколььям горам столько готовы преодолеть самарцы, чтобы помочь собакам из приюта. В благотворительный поход отправились 70 человек и 11 хаски из центра Флагманвет. Хаски у людей ассоциируются с такими зимними красивыми пейзажами, походами. И в принципе это собаки, которые очень часто, к сожалению, оказываются в приюте, и которым больше всего нужна именно двигательная активность. Здесь часть хаски, которые прошли программу государственной стерилизации, когда они попали в отлов. А вот у них можно наблюдать бирки. А есть хаски, которые живут уже в нашем частном приюте в Лопатина. Благотворительный поход – это коллаборация неравнодушных людей, организует и объединяет участников клуб активного отдыха. Мы взяли собаку во Флагмане и решили, что теперь Флагману надо помогать. У нас была своя деятельность, которую мы объединили немножко с благотворительностью. Естественно, подключили к себе людей таких же похожих, кто не против помочь животным прийти, погулять, принести что-то. Это уже второй благотворительный поход, и он собрал в два раза больше участников. Привезли там небольшую помощь, ну и погулять с собачками по лесу, это же круто. Тем более, когда они такие. Все равно же не хватает любви, ласки. Да мы ее взять не можем, к сожалению, а погулять можем. Они не такие. Их можно погладить, и косточку. Они просто такие вот, с хвостиками, с красивыми. Поэтому я так делаю. Поэтому я их люблю. У меня еще нет ни собаки, ни кошки. Я с этими хожу, с похода обычно. Во время прогулки можно подружиться с питомцами. Для кого-то из собак это событие – возможность обрести дом. Хаски Юта еще недавно жила в приюте, а теперь отправилась покорять горы с любящими хозяевами. Когда собака попадает домой, если любить собаку, все будет хорошо. И собака будет здоровая, красивая, счастливая. Будет и сама радостная, и радостная. И обязательно воспринимать собаку как своего друга. Потому что собака – это как раз то существо, которое тебе вообще никогда, никогда не бросит и не предаст. Хаски – ездовые собаки, поэтому пробежать несколько километров по снегу им только в радость. В пути участники похода делали остановки, чтобы сопровождающие могли поменяться и, в отличие от собак, немного отдохнуть. А также сделать памятные фотографии на фоне зимней Волги и заснеженных гор. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.